На дворе стояла середина июля, лето в этом году выдалось жаркое и дождливое, потому и трава уродилась на славу. Тракторист Михаил с рассветом вышел в поле, чтобы успеть за смену собрать как можно больше сена. Ему предстояло собрать уже скошенную, высохшую траву в валке, чтобы потом спрессовать ее и убрать на долгое хранение в зиму. В этом году скотина точно голодать не будет, с удовлетворением подумал Мишка, глядя на уже проделанную работу. И правда сена в этом году должно быть много. Лишь бы успеть вовремя убрать до дождей, чтобы ни запреда, ни погонила. А зимой коровы да лошади с удовольствием будут упоминать сено из лесных до полевых трав, чувствуя запах ушедшего лета. Несмотря на немодность и непрестижность, Михаил любил свою работу. Пускай он часто бывает перепачканным машинным маслом, а руки его от работы стали черствыми и шершавыми, зато он мог создавать что-то этими руками. А не просто перекладывать бумажки с места на место в каком-нибудь офисе, делать вид, что его работа крайне важна. Парень вновь улыбнулся сам себе, сидя за рулем трактора. Сегодня должен быть самый важный день в его жизни. Сегодня он наконец-то решится сделать предложение девушке, в которую давно и бесповоротно влюблен. Надя, с каким-то внутренним наслаждением произнес парень ее имя, и перед его глазами проплыло лицо девушки с очаровательной улыбкой. Надежда приехала в село по распределению два года назад по программе «Сельский доктор». Показав себя сразу же ответственным и отзывчивым специалистом, она заслужила уместных признания и уважения. И пускай по первости ей было тяжело самостоятельно разбираться во всех болячках и жалобах, обращающихся к ней, но девушка не отступала, постепенно набираясь опыта и уверенности в своих силах. Михаил вспомнил их первую встречу и по лицу растеклась улыбка. Надя тогда только осваивалась в их селе и спросила у него, как пройти в сельмак. А он, занятый починкой своего железного коня, что-то буркнул ей в ответ. Но, повернувшись к ней, тут же растаял, на него смотрела девушка с косичками, с букетом полевых цветов в руках. А на глазах ее, кажется, заблестели слезы от его грубого ответа. Михаил тогда сразу кинулся извиняться и утешать ее, а потом и вовсе отвез свою новую знакомую в магазин на тракторе. Теперь девушка уже только смеялась, отвечая на шутки и ухаживание парня. Эх, уже года два прошло, подумал Мишкой и сжал руль своего трактора, выезжая на новую делянку. И чего я ждал? Уже давно мог предложение сделать. Правильно мамка говорит, нерешительный я, мямля. Ну ничего, сегодня мне ничего не помешает, сегодня обязательно сделаю, твердо пообещал он сам себе. Заехав на новый участок, Михаил оказался в окружении деревьев. Это была большая лесная полянка, где уже не первый год люди заготавливали сено. Травы здесь были особенно сочными и запашистыми, и не мудрено, ведь тут было царство леса и дикой природы. Вокруг трещали неутомимые кузнечики и летали стрекозы, то тут, то там слышался перестук дятлов, убивающих свои ритмы на стволах деревьев. Даже увидеть рыжий бок лисицы или длинные уши зайца, торчащие из травы, тут было не в диковинку. Однако парень не замечал всей этой красы, привыкнув к ней с детства и считая все это чем-то обыденным и само собой разумеющимся. В мыслях он был совсем не здесь. Но вдруг, подцепив очередной клок будущего сена, он заметил лежащую в траве крупную собаку. Вот дуреха, чуть на вилы не одел. Она лежит, хоть бы ей что, даже с места не сдвинулась, возмутился парень такому беспечному поведению животного. Да и вообще, откуда она тут взялась? До деревни-то далековато будет. Неужто с дальней фермы вернулась, выдвинул гипотезу Михаил и, заглушив двигатель, выскочил из кабины трактора, решив отогнать собаку и немного передохнуть? Но каково же было его удивление и даже ужас, когда, сделав несколько шагов по направлению к находке, он понял, что перед ним и не собака вовсе, а дикая волчица со своим выводком. Мужчина остолбенел, не понимая, что ему теперь делать, кинуться обратно. Но все знают, что волки, как и собаки, инстинктивно реагируют на убегающих, кидаясь за ними в погоню. Парень стал медленно пятиться, не спуская глаз с серой хищницы. Но почему же она так странно себя ведет? Вдруг озадачился парень. Волки избегают встречи с людьми, и увидеть в лесу волка гораздо труднее, чем ту же лисицу. А это даже трактора не побоялось, с места не сдвинулось. Да еще и волчата с нею. Больная, поди, подумал Михаил, разглядывая лесную жительницу. Но в этот момент до его ушей донесся какой-то неестественный и чуждый этим местам писк. Волчица засуетилась, поднявшись со своего места, и начала что-то обнюхивать. Так есть, писк повторился. Вернее, Мишка уже отчетливо слышал, что это был не писк вовсе, а плач, плач крохотного ребенка, который неизвестно откуда взялся и которого волчица согревала теплом своего собственного тела. Парень обомлел от происходящего. Уж не с ума ли я схожу, подумал он. Как? Откуда? Почему? Сотни вопросов роились в его голове, не находя ответа ни на один из них. Было понятно только одно, волчица сознательно спасла жизнь этому ребенку, а теперь показала его человеку, чтобы тот позаботился о нем. Теперь речи не было о том, чтобы закрыться в своем тракторе и уехать отсюда, забыв эту историю, как будто ее никогда и не происходило. Михаил был обязан забрать ребенка у волчицы, чтобы это ему не стоило. Парень начал медленно приближаться к хищнице, переводя взгляд то на нее, то на ребенка. А та, будто поняв, что человек наконец-то сообразил, зачем она здесь, не торопясь поднялась со своего места и, обнюхав всех своих волчат, словно пересчитав. Скрылась в высокой траве, точно ее здесь и не было никогда. Мишка присел перед найденышем и осторожно, словно это была бомба, взял его на руки. Малышка, увидев его, улыбнулась своим еще беззубым ртом и от этого что-то сильно екнуло в груди парня, заставив его глаза увлажниться. Как же можно такое создание и выбросить, словно мусор? Негодовал парень. Что же вы за люди такие, что дикие волки больше добра выказывают, чем вы к собственным детям? Внутри все кипело от непонимания и злости. Попадись бы ему сейчас под руку эти нерадивые родители, быть бы им битыми. Но кто они и откуда, парень не знал. Знал только то, что теперь на нем лежит ответственность за эту крохотную жизнь. Достав телефон из кармана, он набрал номер любимой. Алена, ЧП у нас. Представляешь, я ребенка в лесу нашел. Ну как я, волчица показала, выпалил парень, стараясь как можно быстрее поведать девушке о произошедшем. После некоторой паузы раздался женский голос. Миш, ты что, пьяный? Какие волки? Какие дети? Но тут она услышала детский плач, раздавшийся в трубке. Где ты? Я сейчас буду. Заверила она и положила трубку. Уже совсем скоро девушка вместе с участковым оказалась на поляне рядом с Михаилом. Девушка, осматривая найденного ребенка, еще раз выслушала невероятную историю о волчице, не в силах поверить в такое. Участковый тоже, приподняв фуражку, растерянно почесал затылок, но следы, все еще оставшиеся на примятой траве, говорили в пользу версии Михаила. Да и не доверять его словам причин не было. Оформив все документы, участковый уехал, оставив малышку на попечение Нади. Михаил подсел к держащей на руках найденную девочку Нади. Надь, обратилась она к любимому, а давай ее себе заберем, если родители не найдутся. Я уже имя ей придумала, Даша. Да, взглянув на своего парня, сообщила Надя. А давай. Вдруг согласился Мишка. Только для этого нам кое-чего не хватает, объявил он. Да? И чего же? Удивленно спросила девушка. Пошарив в кармане, Мишка вытащил небольшую коробочку. А вот чего. Выходи за меня, Надь, тем более вон у нас уже и ребенок есть, смущаясь и радостно сказал он. Девушка радостно улыбнулась и, погладив Мишку по щеке, нежно поцеловала. Конечно, да. Я всегда мечтала о таком муже, как ты. Ура! Тихо, чтобы не разбудить Дашу, ответил Михаил и заключил будущую жену в объятия. Уже два года прошло с тех пор, как Михаил нашел в лесу Дарью. Девочка уже вовсю бегала по дому, стараясь помогать маме ухаживать за младшим братиком Темой, который появился на свет всего лишь год назад. Еще многого не умела, но старалась изо всех сил. А в отличие от взрослой Даши, многое прошло с тех пор. Но одно осталось неизменным, благодарность Наде и Михаила той серой волчице, которая оказалась человечнее некоторых из называющих себя людьми. Субтитры создавал DimaTorzok